Было 8533, стало 8107. Количество зарегистрированных в Мордовии преступлений уменьшилось на 5%. Это если сравнивать год 2022 с 2021. Такую статистику на своем официальном сайте опубликовала республиканская прокуратура. Цифра которой можно гордиться. Особо тяжких преступлений стало меньше на треть, а точнее на 34%. В том, что касается просто тяжких, средней и небольшой тяжести снижение тоже есть, но оно куда скромнее, не превышает 4%. На 4% уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоменционных технологий или в сфере компьютерной информации. На 3% экономической направленности. Преступление коррупционной направленности увеличилось почти на 12%. Снизилось на 32% количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В сфере незаконного оборота оружия на 13%. Территориально мордовская преступность, как и в прошлые годы, распределяется неравномерно. Закономерность сохраняется. Больше населения, больше преступлений. В лидерах Ленинский, Октябрьский и Пролетарский районы Саранска. Незначительно отстает Рузаевский район. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Атюревском, Большоигнатовском и Кадошкинском районах. В последнем лишь 34 за весь прошедший год. Выходит, там самые законопослушные граждане. По сравнению с 2021 годом в Мордовии стали меньше нарушать закон в общественных местах на 7%, на улицах на 11%, в жилом секторе на 5%. Что же касается того, кто совершает преступления, то здесь тоже есть динамика. Не всегда положительная. Меньше совершено преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 12%. На 10% ранее совершавшими преступления, в том числе на 12% ранее судимыми. Больше преступлений совершено несовершеннолетними. Рост составил 32%. Ну и о раскрываемости. В 2022 году она была на уровне 60%. Это при том, что убийства раскрыты все, изнасилования тоже, нераскрытых грабежей осталось лишь 2%, разбойных нападений 10%. Сильнее всего статистику портят преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Прежде всего надо полагать мошенничество с банковскими картами. Авторы трех из четырех таких преступлений у нас в республике остаются безнаказанными. Павел Степаненко, Евгений Фролкин. Наши новости.